В век высоких технологий интернета День Почты, или как называют его во всем мире World Post Day, кажется праздником из прошлого, но это только на первый взгляд. Отправлять посылки и бандероли, делать денежные переводы, подписываться на газеты и глянцевые издания, получать заказанные онлайн и по каталогам товары, воспользовавшись услугами почтового отделения, все так же надежно, как и столетия назад. Сегодня только через одного оператора в день проходит 150-200 человек. Сейчас ускоренная почта, вот это развивается, и очень, кстати, удачно от двери до двери, то есть есть курьерская служба, которая у меня ездит, забирает и привозит, и мы обрабатываем и отправляем, то есть и там до получателя везут. Раньше, если бы сказать, то было, например, взять вот одну полку, то есть это вот, я говорю, в далеком прошлом. Сейчас, видите, нам пришлось уже и кладовую, как увеличить. Ольгу Давыдову называют потомственным почтальоном. Она пришла работать в 95-м году. Сначала под руководством своей мамы. И вот уже 10 лет возглавляет центральное отделение Рязанской почты сама. По моему отделению я могу сказать в пределах 120 тысяч в месяц, исходящей корреспонденции. И я считаю, что все-таки писать письма рукой, это довольно-таки интересно и приятно получателю. Написание письма оказывается вообще очень полезная процедура, сродни самостоятельной психотерапии. Современная молодежь, строча бесчисленные сообщения в социальных сетях и не знает, каково это, месяцами ждать ответа, написанного рукой близкого человека. Теперь почтамты проводят даже уроки письма. У нас есть специальные конверты, которые выпущены к этому празднику. Есть специальный календарный штемпель. Мы проводим спецоглашение «Красивые». Уходят эту неделю праздничные конверты. Международная неделя письма, она приурочена ко Всемирному дню почты в честь образования Всемирного почтового союза. Татьяна Обрядина вот уже 20 лет наблюдает за увлекательным процессом, как почтальоны всего мира на говногу шагают вместе с неумолимым прогрессом. Почта – это давно не только письма, посылки и квитанции, но и многочисленные конкурсы, викторины, праздники, акции. Например, абсолютно любой посетитель может оплатить копеечную квитанцию и обеспечить подпиской журналов ребят из детского дома. Я хочу в преддверии этого праздника поздравить всех своих коллег с праздником, пожелать им здоровья, успехов в работе, выполнения всех поставленных задач. Я всех поздравляю, всех почтовиков, наших российских почтовиков, почтовиков всего мира с нашим праздником, со Всемирным днем почты. С удовольствием присоединяемся к поздравлениям и идем писать настоящие бумажные письма. Все-таки есть в этом своя неповторимая романтика.